Здравствуйте! У нас в студии первый гость. В День родного языка мы беседуем с Татьяной Бочиной, профессором Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Доброе утро! Доброе утро! Татьяна Геннадьевна, скажите, правда ли, что в России стремительно падает грамотность населения? Я бы не стала так смело утверждать, потому что многие источники не подтверждают это мнение. Если иметь в виду, что безграмотный это человек, не умеющий читать и писать, то в нашей стране больше, чем 99% людей грамотных. При этом тенденция как раз позитивная. Если в начале 13-х около 2 миллионов взрослых признавались безграмотными, то в прошлом году их осталось уже около 400 тысяч. Такое резкое изменение. Но ведь это мы говорим о безграмотности, как о неумении читать и писать. Я думаю, вот эти пессимистические утверждения связаны с другим, что ухудшается качество, что ли, грамотности письма. Да, вот, кстати, давайте о детях поговорим. Почему все больше безграмотных детей? В чем суть проблемы? Это все-таки пробелы в образовании или ситуация в семье на это влияет? Я думаю, здесь и то, и другое, и третье еще, да, возможно, есть. Наверное, потому что все-таки стали меньше читать. А раньше говорили, кто много читает, тот, как говорится, врожденной грамотностью обладает. А потом то, что чтение заменяется на переписки, такую вот переписка, скажем, ущербного рода, коротенькие смс-ки с недописанными словами, специально исковерканными словами. Авторедактор, который помогает правильно написать. Да, правильно. Правильно, в кавычках. Вот так, да, исправляя правильное на неправильное. Вот многие, конечно, факторы здесь оказывают свое влияние. Хотя, как нам дает статистика Министерства образования, качество единого госэкзамена по русскому языку, оно неуклонно поднимается. Да, да, да. Год от года все больше появляется школьников, преодолевающих порог 80 или 90 баллов. Все же от родителей тоже многое зависит. Да, естественно, конечно. А вот как лично вы оцениваете ситуацию, когда нормы языка меняются с течением времени? Это угодно безграмотному обществу или обычное разрешение? Нет, это естественный процесс, да, того, что в литературном языке ряд норм с течением времени меняется. При этом обязательный этап проходит смена нормы. Это этап двух норм, когда допускается какой-то вариант. Кофе он и оно. Ну, вот как быть простому человеку, да, в такой ситуации? Вот если ты не хочешь безграмотным прослыть, лучше придерживаться старой нормы, да. Здесь самое большое, что вам угрожает, прослыть чуть-чуть старомодным. Но старомодным в академическом смысле, да. Как вот раньше говорили, старомосковское произношение, окутывая ореолом таким вот, каким-то позитивным, да. Ну, а что нужно сделать, чтобы писать и говорить на родном языке грамотно? В первую очередь? В первую очередь, это, конечно же, чтение, да. Второе, это использование словарей. Ведь век информации все знать невозможно. Главное знать, где посмотреть правильно. Конечно. Где снять эту информацию, да. И, кстати, вот ученые говорят о том, что в России 40% взрослых еженедельно пользуются словарем. Причем лишь там 70% делают это в учебных или в рабочих целях. То есть достаточно большой процент людей делают это из любопытства, любознательности, самосовершенствования. Нет, не изучения. А вот внутренняя потребность все-таки не лякнуть что-то другое. Что-то неверное, да, в эфире или просто в какой-то другой ситуации. Согласна. Ну что ж, спасибо вам большое за такую занимательную беседу. Всего вам доброго. Приходите к нам еще. Спасибо. И вам спасибо. И я хочу все-таки всех поздравить с праздником. Ведь это праздник всех родных языков. И неважно, на этом языке говорит 100 тысяч населения или миллионы. Главное, помнить язык матери, как это в татарском анатоле, да, или язык своей родины, своего народа. Спасибо. И грамотно на нем говорить и писать. Безусловно. Мы также вас поздравляем с праздником.